Мы имеем некий документ, который на самом деле никакой кризис не разрешает, но его смягчает. Смягчает пол взаимных договоров со стороны Ирана и со стороны Запада. Да, смягчить кризис. Сейчас готовы обе стороны. В США надеются, что Иран будет проводить более проамериканскую внешнюю политику. В США надеются, что санкции уменьшат и у них будет возможность экономически развиваться. Есть взаимная договоренность. Но при этом нужно понимать, что на самом деле та проблема, которая была, она просто отодвинется. И она будет поручена решать новому президенту Соединенных Штатов Америки, который приедет в Белый дом и захочет ее решать, и столкнется с тем, что сейчас на самом деле оказалось нерешено. То есть по сути, то, что мы имеем сейчас, я выражу свою личную точку зрения, я считаю, что это имитация переговорного процесса. Она обусловлена отсутствием лимита времени у президента Барака Абрама и у президента Хасана Рухани. Оно, конечно, даст эффект позитивный. Да, действительно, отношения Ирана и Запада будут смягчены. Никто с этим не спорит. Но то, из-за чего все это начиналось в 2003 году, вот базис вот этого, он на самом деле никаким образом не оказался разрешен. Он просто отодвинут вперед, это просто задержка по времени. Пусть потомки разрешат эту проблему, потому что сейчас мы ее разрешить не можем. Да, действительно, такой подход имеет место, и, наверное, с этим можно согласиться. Есть здесь и позитив, потому что все-таки идет о какое-то улучшение отношений. То, из-за чего все это началось, она на самом деле никак не разрешилась. Что дальше может из этого следовать? Если мы рассуждаем, опять же, гипотетически, в перспективу, да, в перспективу других государств тоже смотрят. Ну, хорошо, вот по Ирану так договорились, Ирану разрешили обогащение урана, он взял на себя какие-то обязательства. Ну, а что, например, мешает Судовской Аравии заниматься обогащением урана? Она же тоже может, например, через 100 лет построить несколько реакторов, к примеру. И тоже гипотетически может использовать, например, их для производства ядерного топлива. А что мешает Турции, например, заняться обогащением урана? Тоже, собственно говоря, ничего. Я не пытаюсь осудить позицию исламка, я просто пытаюсь им показать ту ситуацию, которую мы имеем после подписания вот этого соглашения. Опять же, есть, например, такие государства, как, например, Республика Южная Корея, которая, конечно, нарушала требования МАГАТЭ, является не меньшим нарушителем. Но ведь посмотрите, ведь ей пока запрещают обогащать уран. Ну, она скажет, вот посмотрите, вот Ирану разрешили, чем Южная Корея хуже Ирана. Почему, например, Южная Корея не может создать полный ядерный топливный цикл? А почему этот цикл не может создать Судовская Аравия или, например, Турция? Они имеют все основания и могут вполне это сделать. В чем здесь проблема? Проблема в том, что создавая ядерно-топливный цикл, государство подходит к той грани, когда может, при необходимости, принять решение о создании ядерного оружия. И в этих условиях, если уж говорить опять объективно, вероятность того, что это оружие может быть создано, особенно с учетом глубины противостояния, которую мы сейчас наблюдаем, оно вполне может возникнуть. Поэтому говорить о том, что это соглашение укрепит режим ядерного распространения, я бы не стал. Я считаю, что то, что произойдет, может, наоборот, ускорить те процессы, которые сейчас как-то сдержатся. Потому что, посмотрите, на Иран оказывается давление, на Иран давление ослабляется, законно совершенно. То, что Иран выполняет все требования, которые к ним выставляет МАГАТЭ. Но другие государства посмотрят на Иран и скажут, ну хорошо, положим, ослабляло давление. А почему мы не можем это сделать? Я могу назвать им большое количество государств, которые вполне могут пойти по пути Исламской республики Иран, говоря о том, что оно может создавать через какое-то время какие-то реакторы, может не создавать, а начинать может именно с программы обогащения урана. Это я выступаю как бы с позиции пессимиста. Но мне кажется, что если мы будем на это соглашение смотреть, как на соглашение о какой-то прорыве, или соглашение, которое позволит принципиально винить ситуацию в мире, сфере ядерного распространения, я думаю, это будет неправильно. Речь идет больше об имитации переговорного процесса, который устраивает обе стороны. Вот эта имитация, она обязательно приведет к тому, что спустя какой-то период времени будет очередное ухудшение отношений, очередное обострение. Начнет Иран подозревать в том, что он где-то там создал какой-то объект, а Иран, может быть, и не создал его. Но протокол-то это дополнительный протокол не действует. И проверить это тоже невозможно. А если это будет военная база, например, вблизи Тегерана, то Иран не обязан туда никого пускать. То есть, вы понимаете, здесь даже с этой точки зрения говорить о прорыве в сфере повышения существенного доверия между сторонами тоже не приходится. Поэтому с этой точки зрения я всячески поддерживаю подписание этого соглашения. Я считаю, что это шаг вперед. Но говорить о том, что это сможет принципиально изменить ситуацию, а тем более зарешить иранскую ядерную проблему, я думаю, все-таки это очень большие натяжки.